Завораживающая картина. Вот просто смотреть на то, как распускаются голубые лепестки лотоса, а внутри сияет солнце серединкой этого удивительного цветка. Немфея – голубой или египетский лотос – водное растение, которое живет в реках и озерах Африки и Азии. Цветок этот давно известен своими красивейшими синими лепестками и целебными свойствами. В Древнем Египте из корневища и макоподобных семян, добываемых из середины лотоса, хлеб выпекали, готовили хмельной напиток. Засахаренные корни лотоса напоминают на вкус мармелад, ну а цветы его используют для приготовления элитного чая, а также используют в парфюмерии. Аромат лотоса издавна считался квинтэссенцией всего самого ценного в этом мире. Вот поэтому в старину, например, во Вьетнаме чай с ароматом лотоса был привилегированным напитком королевского двора, аристократов и людей в высшей степени состоятельных. Кроме того, китайцы едят тычинки и стебель. В их сознании есть убеждение – эта еда возвращает старикам былую молодость. Растение лотоса давало людям не только вкусную пищу, но и лекарства от множества болезней. В Древнем Египте голубой лотос почитали символом жизни и бессмертия, и, надо сказать, неспроста. В этом цветке содержатся энтеогены – это вещества, которые изменяют сознание, расширяют рамки восприятия, влияют на поведение, познание человека. Ну, попросту говоря, эта кувшинка – мощнейший галлюциноген, который, к тому же, обладает опьяняющим ароматом. Голубой лотос оказался более всего привлекателен тем, что не нуждался в особом уходе и каких-то особенных условиях. Корням растения хватало питания в бедной, на полезные вещества почве, где мало кислорода. Невероятно красивый цветок расцветал на водной глади, как некое волшебство. Бутон лилии поднимался на поверхность воды в течение двух-трех дней, раскрывался около десяти утра, а закрывался примерно около трех часов пополудни. История голубого лотоса окутана легендами и тайнами. Некоторые из них насчитывают тысячи лет. В сочинениях Геродота и поэме Одиссея, например, говорится о стране, где едят лотосы. Жители этой страны – лотофаги, поедатели лотоса дословно, делали из лотоса напиток забвения. Всякий, кто выпьет его, никогда не захочет расстаться с родиной этого цветка. Из сознания этого человека уйдет память о настоящей родине и первоначальных намерениях. Покидая остров Одиссею, пришлось применить силу и привязать своих людей, которые находились под действием цветочных чар к скамьям своего корабля. В середине 20 века историки привели доказательства того, что мифологическая земля лотофагов – это небольшой, утопающий в зелени остров Джерба, где растет сразу несколько видов лотоса и кувшинок. В Древнем Египте религия, где магия и медицина были невероятно переплетены друг с другом, египтяне верили в то, что все аспекты жизни человека находятся под непосредственным влиянием потустороннего мира. И самый знаменитый в мире и самый обширный труд на эту тему называется «Египетская книга мертвых». Так вот именно этот древний текст – один из основных источников глубокого изучения всех свойств волшебного растения под названием голубой лотос. А еще так называемый папирус Эберса 1500 года до н.э. содержит невероятное количество, около тысячи разнообразных медицинских рецептов и методов лечения с помощью водяной лилии. Огромное количество их посвящено тому, что экстракт лотоса является чрезвычайно мощным афродизиаком. Из-за этого его частенько использовали на тайных храмовых собраниях, добавляя в священные вина. Египтяне верили, что погрожение в опьяняющее состояние в результате употребления экстракта водяной лилии поможет приблизиться к богам. И даже в гробнице Тутанхамона позолоченный алтарь украшен барельефом, где фараон держит в левой руке именно ее гигантскую кувшинку. Водяная лилия часто встречается в папирусах эротического содержания. Во всех случаях голубой лотос всегда используется только представителями высшей касты, жрецами или царским семейством. Голубой лотос, к тому же, был цветком, похожим на солнце. Это очаровывало египтян, которые поклонялись светилу. Аромат лилии настолько пленителен, что на стенах гробниц и других произведениях древнего искусства часто изображены люди, которые вдыхают этот чудесный запах. Лотос всегда использовался на всех ритуалах торжеств, на всех церемониях. Символика с использованием кувшинок так часто встречается в культуре египтян, да и не только их, что становится понятно. Она оказывала невероятно глубокое влияние на все сферы жизни. Сегодня голубой лотос выращивают во многих странах и не только из-за его красоты. Водяная лилия обладает массой целебных свойств. Спектр ее воздействия варьируется, как я уже сказала, от мощного афродизиака и анестезии до лечения депрессии и болезней желудочно-кишечного тракта, а еще помогает при бессоннице. В Индии почитают лотос до сих пор, воспевая его в ритуальных танцах. И если танцовщица складывает руки на уровне лица пальцами вверх, это означает спящий бутон лотоса. Если разъединяет пальцы с соединенными кистями рук, распускающееся растение как символ совершенствования. Недаром одна из пословиц гласит «цветы лотоса – корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти свое спасение».